Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Субтитры создавал DimaTorzok Это как раз по мне. Я упиваюсь одиноким звуком моих шагов, ибо мнится, будто я в заколдованном городе, где все живое превратилось в камни. А может быть, потоп истребил всех, и я один остался в живых. Нас, ночных сторожей и поэтов, мало занимает людская суета, творящаяся днем. Колокольня – излюбленное место, где я обыкновенно задерживаюсь по ночам. Ее облик изменился в сороковые годы XIX века. Прихожан не устраивало то, что она была ниже самого храма. В прошении, поданном епархиальному ведомству, служители Владимирской церкви писали, «Колокольня имеет наружность красивую, но гораздо более имела бы красоты, если бы доведена была до надлежащей высоты». Автором проекта надстройки колокольни стал архитектор Франц Иванович Русско. Вскоре по его же проекту вокруг храма возведена и металлическая ограда, сохранившаяся до наших дней. Меня, как лунатика, одолевает охота взобраться на самую вершину. Это отчаянное причудо приведет когда-нибудь к тому, что я сломаю себе шею. Очевидно, любого другого человека подобное занятие обратило бы в бегство, но не меня. Что говорят исторические хроники? При ходе Владимирской церкви в Поварском переулке жил писатель Всеволод Михайлович Гаршин. Это был тяжелый период его жизни. Психический недуг, которым он страдал, проявлялся все чаще. За 8 лет до гибели, в 1880 году, в рассказе «Ночь» Гаршин описал состояние человека, решившегося на самоубийство. Но все отступило при звуке церковного колокола. На улице было тихо, никто не ехал и не шел мимо, и из этой тишины издалека раздался удар колокола. Волны звука ворвались в открытое окно и дошли до Алексея Петровича. Они говорили чужим ему языком, но говорили что-то большое, важное и торжественное. Колокол сделал свое дело. Он напомнил запутавшемуся человеку, что есть еще что-то, кроме своего собственного узкого мирка. «Я чувствую себя перед лицом чужой человеческой жизни, как перед занавесом, за которым разыгрывается шекспировский спектакль». Для Всеволода Гаршина жизнь вылилась в трагедию. 19 марта 1888 года он бросился с третьего этажа в пролет лестницы. Смерть наступила не сразу. Он пришел в себя, просил прощения у близких. Как и в рассказе «Ночь», примирение снизошло. Смерть наступила не сразу. После страшных пожаров 1737 года, опустошивших весь центр Санкт-Петербурга, тысячи людей оказались без крова. Императрица Анна Иоанновна повелела никому из придворных служителей квартир при дворцах не давать, а тем, которым наперед всего квартиры по указам даваны, ныне от тех квартир отказать и впредь не давать. Это должно было заставить их строить свои дома. Придворным служащим отведено место в московском предместе, где вскоре и возникло целое поселение. О профессиях живших при дворной слободе людей до сих пор напоминают названия многих улиц – Поварской, Кузнечной и Свечной переулки, а были еще Басманная, Гребецкая, Парусная, Столовой улицы. Здесь же отведено место и для церкви. КОНЕЦ Вот и я хорошо понимаю тебя, ибо когда-то был подобен тебе, я тоже был поэтом. Я променял это занятие на честное ремесло сторожа, которое, по крайней мере, кормит меня, и отнюдь не лишено поэзии, если умеешь ее находить. Церковь выстроен очень быстро. Уже в августе 1747 года было совершено торжественное освящение престола в честь Владимирской иконы. На литургии присутствовала императрица Елизавета Петровна, пожертвовавшая храму 300 рублей. Деревянная церковь простояла в придворной слободе 23 года. Затем пришла в веткость. К тому же по многолюдству прихожан взяло тесна, стало. Императрица Елизавета дала разрешение на сбор средств для возведения каменного храма. Судя по всему, автором проекта Владимирской церкви был архитектор Пьетро Антонио Трезини. В 1755 году он покинул Петербург, и храм строился уже без него. Этим может объясняться отсутствие документов об авторстве и проектных чертежей. Почему я замолчал? Словно кто-то дал мне капель валерианы, чтобы подарить, наконец, сладкий сон, которого напрасно ждет мое сверхбдительное око. По преданию, три богородичные иконы были написаны евангелистом Лукой еще при жизни Святой Марии. Одна из трех икон переместилась из Константинополя в Москву и стала главной православной святыней. Князь Андрей Боголюбский привез ее во Владимиро-Суздальскую землю. С 1160 года икона стала именоваться Владимирской. Шел 1395 год. Москвичи еще не оправились от страшных бедствий, принесенных нашествием Тахтамыша, как уже хан Тамерлан наступал на Москву. Пали Елец и Рязань. С благословения московского митрополита Киприана и по повелению великого князя Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, для поддержания духа горожан из Владимира в Москву была перенесена чудотворная Владимирская икона Божией Матери. Москвичи встретили ее на подступах к городу. 26 августа по старому стилю Тамерлан, простояв под Москвой две недели, внезапно развернулся и ушел в степи, оставив пределы Руси. Русский летописец записал. И бежал Тамерлан, гонимой силой Пресвятой Девы. Всего октября 19 дня 1770 года, часу в 12-м пополудни, или пополуночи в первом, церкви Владимирской иконы Божией Матери к настоятелю Иоанну Кирикову пришли в дом его незнаемо какие люди, которые били священника ломом железным. А напоследок дали ему ран до восьми ножом и закололи до смерти. Да еще видно, что хотели его повесить на железном крюке, который в том месте прицеплен, только он им, злодеям, не достало времени. Священник собирал средства на строительство церкви, и злодеи, ворвавшись в дом, думали найти там много денег, которых у Кирикова, как оказалось, вовсе не было. Когда после всех истязаний ничего не могли отыскать, кроме как сорок копеек, злодеи убили его, и, разграбив все пожитки, скрылись. На другой день все восемь человек пойманы, из которых один кексгольмского пехотного полку солдат Сергей Казмин вилой, а прочие разных чинов люди. Отец Иоанн погребен в ограде Владимирской церкви. К столетию со дня смерти Иоанна Кирикова священнослужители храма вместе с прихожанами по подписке поставили на его могиле мраморный памятник. В советское время он был разрушен. В 1990 году надгробная плита найдена. С трудом удалось прочитать полустершуюся надпись строитель Владимирской церкви, священник Иоанн Кириков, убитый злодеями в ночь на 20-е число октября 1770 года. Теперь надгробие установлено на историческом месте. Мир явно образуется наподобие луковицы. Одна оболочка за другой, вплоть до самой маленькой, в которой находится сам человек, совсем уже крошечный. Так люди строят и земные храмы, пока не заключат цветы и тайны в кольцо. Где, кроме как в этом храме, можно увидеть двойной иконостас? Первоначальный был перевернут лицевой стороной в алтарь, а на его место установлен новый, из церкви Аничского дворца, исполненный по эскизу Франческо Бартоломео Растрелли. Субтитры создавал DimaTorzok Иконы в иконостасе размещались со смыслом. Здесь были образа святых, соименных членом семьи у строительницы храма, императрица Елизавета Петровна. Из живописных полотен в церкви находились большие картины итальянской и фламандской школы. В описи 1922 года числятся 13 картин, которые подлежали передаче в Эрмитаж. Происхождение картин доподлинно неизвестно. Вероятно, они тоже поступили из Аничского дворца. Часть вывезена в 1814 году из Дрезденской галереи маркетантами, сопровождавшими наши войска в заграничном походе. Маркетанты выгодно приобретали картины за границей, а по возвращению в Санкт-Петербург продавали частным лицам, которые жертвовали их в храм. Нижняя церковь, освященная в честью Анна Дамаскина в 1768 году, была теплой, и богослужения в ней совершались круглый год. Ее своды покрывали великолепные росписи, являвшиеся образцами русского живописного искусства. И росписи Нижней Церкви, и ее иконостас, погублены в середине минувшего столетия. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ КОНЕЦ Уже Кант доказал, что пространство и время – лишь формы чувственного созерцания. Теперь мы знаем, что в мире духовном нет ни пространства, ни времени. Где мы хотим найти пространство, когда пространства больше нет? КОНЕЦ На грязной улице в доме Мордатовой жила сестра Александра Сергеевича Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева. Сюда в начале марта 1828 года еще по санному пути к своей любимице Ольге приехала няня Пушкина Харина Родионовна. Ольга вспоминает, умерла она у нас в доме 70 с лишним лет от роду. Не исключено, что Пушкин был на отпевании Арины Родионовны во Владимирской церкви. Обряд совершал священник Алексей Нарбеков. Он же отпевал во Владимирской церкви скончавшегося в октябре 1831 года Антона Антоновича Дельвига, друга, поэта. КОНЕЦ А мне-то что же? Обмануть смерть? Не знаю, что предпочтительнее. Быть или не быть этого вопроса не задают ночующие в своих спальнях с поддельной весной, когда настоящая весна цепенеет на улице. Меня бы понял про Таирей Николай Михайлович Вярославский, первый историограф Владимирской церкви, прослуживший в храме с 1860 по 1910 год. Что ведал отец Николай Вярославский, чего не мог знать Федор Достоевский? Именно его избрал писатель своим духовником. Жизнь пробегает мимо человека такая стремительная, что человек напрасно умоляет ее остановиться хоть на мгновение и сказать, чего она хочет и зачем на него смотрит. Достоевский, живя в Кузнечном переулке, работал над последней своей книгой «Братья Карамазовы». Наверное, в главе о великом инквизиторе, вершине философских размышлений Достоевского, не без влияния Николая Вярославского заповедано нам, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства. Предсмертная болезнь Федора Михайловича Достоевского началась 26 января 1881 года. Рано утром 28 января ему стало хуже. Священник и доктор пришли одновременно. Жена ринулась с детьми к умирающему, пала с ними на колени. Все замерло мертвым молчанием. Вошел священник, шепотом начал отходную. Отец Николай рассказывал, Достоевский испустил последний вздох именно в тот момент, когда были произнесены последние слова отходной. Все, что мы видим, исчезающий отзвук безбывшего звука, мы заглушаем возможный ответ. Все наоборот. Все правильно. Субтитры создавал DimaTorzok В сентябре 1883 года в доме на углу Владимирского проспекта и Колокольной улицы в угловой квартире четвертого этажа поселился Николай Андреевич Римский-Курсаков. Именно в это время композиторам написаны произведения, изданные в собрании духовных музыкальных сочинений, положившие основу направлению церковной музыки. Композитор часто вспоминал один эпизод. На светлой неделе на Владимирской площади полупьяненький мужичонка остановился перед колокольней, на которой трезвонили вовсю. Сначала крестился, затем задумался, а потом вдруг пустился в пляс под звуки и ритм перезвона. Желал бы я отчетливее нарисовать эту последнюю часть моего времяпрепровождения, но ничего, кроме туманных образов, не летит на свет волшебного фонаря. Ясно. Этой ночью мне был вручен ключ к моему существу. Я впервые, Настя же, открыл давно запертую дверь. Сегодня я внезапно ощутил, сколько весит самый большой соборный купол, хотя поднимали его на моих глазах последние лет ушедшего века. Стало быть, настал час, и я готов жить в ладу со своей душой. Рожденная до меня, она, как этот купол, перевешивает меня всей надежностью происхождения. Беседа, вопрос и ответ моя с моей душой сегодня закончилась. И, может быть, единственное, что закончилось. Постскриптум. Собор Владимирской иконы Божией Матери был первым в Ленинграде, переданном епархии после долгих лет запустения. Произошло это в славный год тысячелетия крещения Руси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова